Там есть гениальный момент. Значит, мы поаплодируем все вместе. И Тине. Нет, Нонне Гришаевой. И Нонне Гришаевой, да. Нонне Гришаевой гениально, я в этом еще раз убедилась. То есть она, конечно, пародирует феноменально. Сергей Брунов какой Федор Бондарчук? Я первый раз вижу, я просто не знала, что Сергей Брунов это Федор Бондарчук, потому что в какой-то момент показалось, что Федор Бондарчук это Сергей Брунов. Вот исходили. Сина, я специально выписал все то, чем вы занимаетесь. Это страшно, Иван, понимаете, из ваших уст то, что вы выписывали мою биографию, звучит просто страшно. Вы воспитываете детей, ведете телевизионные и радиопередачи, снимаете и снимаетесь в кино, постоянно получаете высшее образование, готовитесь к карьере политика-дипломата, пишете книги, делаете татуировки, ведете несколько блогов, являетесь президентом клубов нудистов-дельтапланиристов. Это я. А сейчас, простите, я вычеркнул. Так, Тина, скажите, чем еще хотели бы заниматься вы, если у вас будет на это просто свободное время? Вы знаете, все, что вы перечислили, я бы хотела делать с вами. Потому что все, что вы перечислили, я делаю одна, правильно, Иван? Там нету опечатки. Вы сказали, что я все это делаю сама. Вот я бы с удовольствием все эти процессы повторила бы с вами вдвоем. И с Александром Евгеньевичем тоже. Втроем воспитывать детей Тины? А почему нет? Во-первых, поверьте мне, на троих у нас будет гораздо больше детей, если быть более внимательными, правильно? Мы вместе будем воспитывать детей, вместе будем сниматься в передачах, вместе мы же хотим зарабатывать еще больше денег, правильно? Наверное, мы подойдем сейчас к самому последнему вопросу. Все мы прекрасно помним фильм Пола Верховена «Шоу Герлс». И что? Все, это законченная фраза. Спасибо огромное. У вас была Тина Канделаки в гостях. Спасибо. Спасибо, Тина Канделаки. Большой разницы. Тина Канделаки в гостях. Спасибо.